Добрый день! С вами Ольга Канонникова. Сегодня мы с вами будем делать черную розу. Попросила такую сделать у меня моя коллега. Я использую тот материал, который самый сложный в изготовлении таких вещей из тонких тканей. Итак, мы берем шифон. Тот шифон, который, как она говорит, при обработке ПВС, имеет белый такой налет и ткань немножко блестит. Я ПВС не пользовалась, я взяла шифон, он у меня черный, вот такой, и обработала его желатином. Желатином рецепт мой такой же, как и обычные, 2 чайные ложки на стакан воды. Я могу сказать, что, в общем-то, желатин очень хорошо лег на ткань. Она нигде, вот, она, ну, уж немножечко, конечно, поблескивает, вот так, но, в общем-то, она не дает никаких вот белесых тканей, белесых пятен. И поэтому ее вполне можно использовать для нашего цвета. Итак, значит, на основной цветок мы берем шифон уже прокрашенный черного цвета. Да, если мы возьмем, допустим, шифон белого цвета, будем красить их анилиными красителями, то, как правило, черный цвет дает синие такие оттенки. Немножко он не совсем получается. Черный, синий, даже синий, немножко с таким оттенком серо-синий. Вот, поэтому для таких вещей из синтетики надо брать уже окрашенную ткань. Теперь на листике я вот нашла, смотрите, какую ткань. С одной стороны она левая, левая часть черная. Опять же, смотрю, она отсвечивает немножко чем-то синим. А правая часть вот такая темного золота, под темное золото, видите? И она немножко, как сказать, с такими как будто бы прожилками вот у нее. Она такая ребристая, видите, как будто уже обработана. Я думаю, что такую ткань очень хорошо используют на листике. И еще нам понадобится, ну, я просто уже тут искала все черное и нашла вот такую. У меня есть резиночка вот такая, довольно-таки кружевная. с кончиками вот тоже золотыми. Они как раз-таки подойдут вот к этому золоту на ткани, которая будет у нас на листике использоваться. Итак, что нам потребуется? Какая выкройка нашего цветка? Итак, прежде всего давайте начнем с самого легкого, с листиков. Листики обычные вырезаем длиной 5,5 см. Ну, здесь где-то, да, 2,5 см. Максимум 3 см в ширину. Вот. Что касается листиков, так как у нас ткань уже с такими вот, можно сказать, прожилками, поэтому я вырезала наши листики не по косой, а именно по ходу вот наших вот этих вот прямых полосок. Полностью все листики, я их вырезала 6 штук, видите? Они все вырезаны вот именно вот так, как идет ткань. Вот. Что касается, значит, дальше, вот, сейчас я вам покажу подклейки, вот там, под цветок. Видите, по выкройке это как звездочка, да? Ну, так как мы используем, опять же, такую ткань, вот такую ткань с полосами, то вот эти некоторые, то есть одна сторона у нас может выпадать с прямыми полосками, другая, с поперечными, поэтому это не очень хорошо использовать такую ткань под такую выкройку. Поэтому мы берем и будем выкраивать каждый листочек отдельно. То есть вот, ширина этого листочка где-то от середины до кончика 7,5 см. Поэтому мы вырезаем, опять же, по прямой, по ходу наших вот этих длинных полосок, вот такие 6 лепестков, лепесточков. Вот это, в принципе, вот, как в детальке нашего одного листика. Вот. 6 штук вот таких вырезаем. Так, это я вам объяснила. Теперь, что касается наших, нашей резиночки, то мы вырезаем вот 3 штучки вот таких полосочек, ну, длиной где-то примерно 6 см. 3 штучки. Это для формирования серединки. Теперь, от листочков у нас остались кусочки. Я их не вырезала. Я их не выбросила. Ну, часть выбросила. Некоторые вот такие маленькие я оставила и их так вот вручную вырезала, как листики. И буду их использовать в своей работе тоже точно так же. То есть я их буду подклеивать под серединку. Теперь, что касается лепестков нашего цветка. Для того, чтобы сделать наши лепестки, внешние лепестки, будем делать из квадратов. Квадраты у нас где-то 10 на 10. Или 9,5 на 9,5. У меня, в принципе, таких квадратов можно сделать 10-12 штук. Я сразу делала 12, потому что я не знаю, сколько у нас лепестков уйдет на нашу розу. Итак, вырезаем 10 штук таких деталей наших лепестков. Будем из них делать вот такие лепесточки. Делается это так. Складываем наш квадрат пополам и еще раз пополам. И получается вот такой квадрат. Теперь берем его и вот так вот по краю вырезаем лепесток. Прям по самому краю. Все. Теперь у нас получилось 4 лепестка из такого квадрата. Нам также понадобится внутренняя часть розочки. Она у нас будет состоять из трех частей. Вот. Поэтому мы вырезали 3 вот такие вещицы. Теперь нам нужно сделать еще вот такие восьмилестники. Как они делаются. Размера. Размера диаметром кругов 7 и 8 сантиметров. Мы вырезаем по 3 круга диаметром 7 сантиметров и 8 сантиметров. И из них делаем вот такие восьмилестники. Сейчас я вам покажу как это делится. Круг сворачивается пополам. Точно так же как мы работали с вами с квадратом. И еще раз пополам. Вот так у нас уже будет 4 части. Нам надо сделать 8 частей. Значит еще раз. Еще раз. Вот кончики здесь вот. Следим, чтобы аккуратненько свернулись. И сворачиваем еще раз. Вот у нас будет 8 частей. То есть сегмент восьмилестника. Теперь берем и аккуратненько вот где-то. Вот это место закругляем. То есть превращаем наш круг в восьмилестник. Вот так вот у нас получилось сердечко. Если это на 4 части. И вот так получился у нас восьмилестник. Теперь мы берем немножко и не доходя где-то миллиметров 5 до середины. Прорезаем все лепестки. Теперь для своего удобства мы наши лепестковые круги поделим на 2 части. То есть мы их берем и вот таким образом обрезаем. То есть делим их на 2 части. И большие и маленькие. Начинаем обрабатывать наши лепестковые круги. Мы их поделили на 2 части и берем бульку. Булька должна входить вот полностью огибать наш лепесток. Ну вот здесь он полностью огибает. Здесь чуточку выходит за край. Это как раз пойдет. Итак, берем лепесток левой рукой вот за центр. За центр кладем на мягкую подушку. И бульку ставим на край лепестка. Делаем просто буль в край лепестка. Немножко центр можно оттягивать немножко. Насколько у вас получается. Потому что некоторые лепестки по косу получаются, некоторые по долевой. Поэтому естественно тянутся будут по-разному. И так. Вот так мы забулили лепестки. Теперь кладем опять на подушку. И центр ставим бульку по центру. И еще буллин по центру. Чтобы наши лепестки немножко так вокруг собрались. Вот примерно вот так это должно быть. Это я показала на маленьких лепестках. Сейчас покажу на больших. То есть по центру сначала руку ставим. И правой рукой с булькой отгуливаем лепестки. Ну только вот эту самую круглую часть. Самый край. Вот здесь вот не надо. Основание не надо трогать пока. Вот. Отболиваем только края лепестков. Теперь кладем нашу детальку. Ставим бульку по центру. и обрабатываем ее по центру, чтобы лепесток свернулся в полукруг. Вот таким образом обрабатываем все наши детальки середины. Теперь обрабатываем большие лепестки. Используем ту же самую бульку. Наберем листик и лепесток и обрабатываем вот так. Основание у нас от нас. Здесь край нашего листка. Мы делим его на две части. И одну сторону правую. Проходим булькой до основания. От края до основания. Теперь поворачиваем лист в другую сторону. И обратную сторону. Опять же она у нас правая. Так как она у нас с другой стороны. Опять же мы ее проходим. Таким образом. У нас листик наш. С одной стороны загнут внутрь. С другой стороны загнут. Получается к верху. Вот так. Видите? Это сюда загнута. А эта сторона загнута в другую сторону. Вот таких листиков нам надо сделать половину из того, что мы с вами уже сделали. Теперь мы должны еще больше обработать наши лепестки. Уже обработанные бульки. То есть мы должны делать кончики их лепестков немножко вот такими волнистыми. Делать будем это вручную, своими собственными руками. То есть берем наши лепестки и по краю вот таким образом. Вот ступая буквально где-то 5 миллиметров. Вот так вот выгибаем кончики лепестков. Вот лепесток готов. Берем следующий. И точно так же от середины до середины нашего лепестка отступаем по полсантиметра. Вот так отгибаем наши лепестки. Еще один покажу. Таким образом делаем со всеми нашими деталями лепестков. Теперь мы должны сделать все наши лепестки двойными. Наши лепестки должны выглядеть вот таким образом. Берем клей, берем зубочистку и наносим клей только на самый-самый кончик нашего лепестка. Буквально вот чуточку, крошечку. И накладываем на него второй лепесток тоже у этого же основания и пальцем вот так сжимаем. Больше ничего не надо. Не надо сдвигать его ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. Они у нас достаточно объемные такие лепестки. И вот таким образом их соединить буквально надо все. У нас здесь половина, то есть это где-то получается 20-22 штуки примерно. 20 или 22 штуки у нас должны быть двойных таких вот лепестков. Теперь будем обрабатывать большие лепестки. Их немножко слегка можно увлажнить и обрабатывать их булькой. Обрабатываем на мягкой подушке. Ставим наш лепесток под бульку вот так. Немножко придерживаем основание. И вот таким образом обрабатываем наш лепесток. Вот что у нас должно в результате получиться. Вот такая вот чашечка. Сейчас я вам покажу еще раз. То есть берем немножко увлажненный лепесток. Мы смачиваем, увлажняем полотенце и подкладываем вовнутрь наши лепестки сюда, чтобы они увлажнились. Для чего мы увлажняем лепестки? Не надо сильно увлажнять. Надо только слегка, чтобы они очень хорошо отбулились, чтобы на них не было сильных складок. А вообще шифон это такой вот синтетический шифон. С ним очень достаточно тяжело работать. Поэтому вот в этом случае, если его увлажняешь, то он в общем-то поддается проходке очень хорошо. Вот смотрите. Видите, как быстро мы сделали вот такой лепесток. Еще один покажу вам. В общем-то вполне хватит. То есть мы немножечко вот оттягиваем кончик, да? И приподнимаем ножем, вот чтобы для удобства. Немножечко подушечку приподнимаем. И вот так отболиваем. Вот результат. Видите? Вот так хорошо отбулился лепесток. Таким образом мы отбуливаем вторую половину всех наших лепестков. Теперь закончим обработку наших первых лепестков. Первых лепестков, которых мы булили и с одной стороны, и с другой стороны. И сейчас мы их уже склеили подвое. Так как у нас уже большая булька сейчас нагрета, мы просто кладем наш лепесток и основание его немножко проходим булькой, не трогая верхушечки. Не трогаем где-то вот на половину лепестка. Немножко, но нужно забулить больше основания. Вот таким образом, чтобы он тоже немножко повернулся, чтобы его было удобнее нам приклеивать к нашему цветку. Мы стараемся не трогать вот те места, которые у нас в разные стороны смотрят, только основание. Вот видите? Так обрабатываем все наши оставшиеся вот лепесточки. У нас их должно быть где-то 10-12 штук двойных. Одинальных 20-24 штуки. Теперь занимаемся нашими листьями вот такими золотыми. Что я могу сказать? Я не хочу их обрабатывать одинарным ножом, либо копеечкой, потому что у них здесь уже прожилки есть. Нам надо просто их делать объем. Объем можно делать обычной булькой. То есть кладем их и вот так вот проходим от их краешки к основанию. Вот таким образом, чтобы листик вот так вот загнулся. Видите? Вот он такой вот там, такой объемный. Вот этого вот нам вполне хватит. То же самое сделаем на листиках. Это вот подлесники, как чашелистики, да? А вот это вот листики. То есть с обратной стороны мы его просто пробуливаем, проходим булькой. И наш листик загибается. Вот он какой получается, как чашечка. Вот это вот вполне пойдет. Таким образом мы обрабатываем полностью все чашелистики и наши листья. Теперь нам осталось только собрать по двое наши листики, которые мы обрабатывали большой булькой. Вот именно их мы будем уже собирать, делать двойные лепестки и делать их с задвигом. Опять же, мы намазываем немножко клея только на край. Берем второй лепесток и накладываем его точно так же. Но буквально вот прям совсем чуточку сдвигаем влево. Вот чуть-чуть, буквально. Видите? Совсем. Где-то вот миллиметров, но может быть миллиметра на два, наверное. Вот. Делаем вот такие двойные лепестки. Мы их не будем. Их можно было, конечно, взять и подкрутить. Но так как у нас вот эти вот срединные лепестки, они у нас просто будут вот в таком виде находиться, то есть следующие лепестки я решила никак не трогать и именно не закручивать их. У нас только внешние будут немножко обработанные, обработанные именно по краю. А средние и внутренние не будут. И так мы собираем по два двойные лепестки из наших вот этих средних лепестков. Это не только где-то. И вот это вот. И вот это вот. Продолжение следует...